Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не понял DimaTorzok 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 Под таблицам Рапкина выявляет эту болезнь. Есть версия. Туда же близко, только не. В таблицах Excel эта логическая функция возвращает значение истина, если хотя бы один аргумент в формуле имеет значение истина. И значение ложь, если все аргументы имеют значение ложь. Всего лишь или. Возвращаемся к Кейджу. Обычно в этой профессии людей привлекает то, что можно ошибаться в 50 случаях из 100 и при этом не потерять работу. Синоптики. В сентябре 2019 года Марвел в одном из выпусков убило этого героя целой серии комиксов. Призрачный гонщик. Двузначные числа это что? Двузначные числа. 22, 26 и так далее. А свет? Именно так в баскетболе обозначают число 100 на майке игрока. Два нуля. Да. Монако в церкви не поют псалмы, у которых порядка целый номер ниже этого числа, чтобы не было соблазна поставить на него гулетку. 36. Нет. О. Ну 37. Это точно. А. Ну да. Популярная ошибка тоже. В народе этот номер бочонка лото называют туда-сюда. Саша. 69. Идея этого сатирического романа пародии на рекламный бизнес во многом совпадает. 99 франков. Именно столько вершин имеет правильный икосайдер. По-моему 13. Нет. Опс. Одну лишнюю ты ему нарисовал. Да. Она начинается в самом центре страны Живунов и является ориентиром для... Светлана. Дорога желтого кирпича. Да. Сказочная дорога. Здесь запала тут надо. Вместе с речкой и печкой она занималась укрывательством детей от гусей. Река. Извините. Блин. Яблоня. Да. Сказочное дерево. А почему? А, дерево. Да. Понятно. В мультфильме 90-го года главный антагонист почему-то обращается к ней в мужском роде. Ах, Машер, без такности, извините. Ах, Машер, куда вы так спешите? Красная шапочка? Угу. А почему Д? А. А, девочка. Понятно. Найденная небезызвестной мухой цыкотуха денежка это старинная монета такого достоинства, чеканившаяся в 1849-66 годах. Ну это... Ладно, рискну. Это, по-моему, пол копейки. Молодец. Сказочные деньги. Первый раунд. Достаточно бодренько. О, наконец-то тройные. Тройные. А ты любишь, да? Да, очень люблю. Тут делятся на тех, кто ненавидит, а тех, кто любит. Светлана, выбирай. Руза 500. Это вовсе не автомобиль отечественного производства, а песенное украшение, ряд быстроследующих один за другим звуков. Тьфу ты, Лада. Это несуществующая в русском языке часть речи образуется в английском путем добавления окончания «инк» к инфинитиву. Герунди. Да. Давайте попробуем. В свое время Билл Клинтон стал первым американским президентом, посетившим бывших врагов после нее. Вторая вьетнамская война. Частый ответ. Тут проще. Просто война. Ой, блин. Он состоялся 26 октября 2012 года, а уже через 4 года поддержка продукта была прекращена. Ну а что, нет пуска, нет поддержки. Выпуск Windows 8. Да, V100 обрулил. Тоже частная ошибка. Если подогнать слово «инкриминировать» к нашей теме, то получится это выражение. Саша. Во дворце Пальфе регулярно проходят концертные программы с таким названием, на которых можно в том числе насладиться известными польками, маршами Иоганна Штрауса и мелодиями его перед. Ну, предположим, вечер венского вальса. Молодец. Он обычно сопровождался отрывком из композиции «Дуб» одноименной группы, а в последний раз в эфире интеллектуальной передачи случился 30 декабря 2000-го. Ну, передача-то понятна. Переподождите, Светлана нажала. Возьмите Владимира Борошилова. Что? Выход Владимира Борошилова. А, первая флата. А, я думаю... Чтобы назвать этого миллиардера, вам не нужно следить за расследованием... Скрутшмакдак. Нет. За расследованиями Алексея Навального достаточно было прочитать «Незнайку на Луне». Отчасти, но не целиком, вам может помочь в сериале с известным комиссаром. Звали его там... Вкус, блин. Редька тихо, редька ломтихо, редька с квасом, редька с маслом, редька куском и редька целиком. А это блюдо из редьки мы пропустили. Назовёте? Редька тихо, редька с маслом, редька с маслом, редька с маслом, редька с маслом. Она машет как копоть согласно первой строчке известной песни. Круговая порука. За пять дней до переименования Петрограда в Ленинград случилось это событие. Собственно. Ну, начало Первой мировой войны. Нет. И повлекшее переименование. Смерть Ленина. Да, ты, Рустем, перепутал переименование Петербурга в Петрограде. Всё, всё, понятно. Да, читаю. Нет, это не Террин. В Санкт-Петербурге на карнизах домов на Малой Садово есть памятники Елисею Василисе. Символ благодарности этим помощникам в борьбе за продовольствие в осадном Ленинграде. Ну, это памятник кошкам? Этот город Ленинградской области основан шведами в средние века. Саша? Ну, Выборг. Попал. В типовом доме на этой улице жили и Шевелёва, и Лукашин. Но Надя в Ленинграде... Третья улица Строителей. Да. В самом начале своего существования группа Ленинград ориентировалась на творчество этого советского исполнителя блатника с компасной фамилией. Северный. Да, Харисейн. Северный. Он поднялся на вершину списка бестселлеров Amazon во Франции после 15 апреля 2019. Написано... Лет на 200 ранж. Собо Парижского ароматника и Горейнград. А-а-а... Прикольно. Если верить в Википедии, то с 1 января 2017 года она в уфимских троллейбусах составляет 13 рублей. Стоимость похода похода... Если вас спросят, кто такой лепидоптеролог, можете ответить, что это просто-напросто он. Специалист по... А-а-а... Оно велось в два этапа с двумя длинными перерывами, продлившись в итоге почти 200 лет до 1360-го. Строительский пизданц. Да, че-то мы тут... Последний раз он был обновлен 1 января 2019-го, а 1 января 2011-го в него впервые попала женщина. На сегодня же в нем 45 человек. Это список президента Бразилии. Да, засрали тему. Извините. По цвету бинди точки на лбу женщины раньше в Индии можно было определить именно... Ну, замужем она или нет? Именно это... Касту. Касту байляпи. Один из самых коротких детских ребусов состоит из этой буквы и точки. Это буква и точка, получается уточка. Название и идея этой фотографии сделанной Voyager 1 предложил Карл Сарган. Голубая точка. Поправишься? Ну, синяя точка, земля точка, точка земля. Нет, чуть-чуть не точно. Не засчитывая до этого, не засчитаю еще. Она называется Бледно-голубая точка. А, ну ладно. Отвечая на вопросы Врунгеля, Фукс сказал, что над головой у него шляпа, а под ним самим доска. Хотя Врунгель имел в виду эти две воображаемые точки. Ну, наверное, Зенит и Надир. Тут все верно, да. Опытные путешественники во времени знают, что воздействие на эти точки может кардинально изменить ход событий. Сам термин, кстати, родом из термодинамики. Ну, третий раунд еще. Песни Антонова окончились, так что. Уже? Как уже? Не может быть у него их много. Оставили на потом. Светлана выбирает нота за 500. В эти деревья превратились сестры Фаэтона, Гелиады, Феба и Лампетия, после того, как разгневанный Зевс убил Фаэтона ударом молнии. В этой стране расположен национальный парк «Берег скелетов», знаменитый останками погибших кораблей. Намибия. Именно в нем вооружившись оптикой, устроив свой наблюдательный пункт «Волк» в начале пятой серии… Ну, погоди. Да, Саня? Скворечник. Да, ноты вспоминал? Не-не, я микрофон отключил. Ага. Окей, выбирай. Именно на этом языке свои главные философские труды писал Авиценна. Знаменитая Рубаяма Архариама тоже написана… Нота за сто. Первоначально это была вовсе не настольная игра, а исключительно средство для гадания и магических церемоний. Там даже две ноты. Ммм. Там ино. Холодная за сто. В статье «Ты и атомная бомба» в британском еженедельнике «Трибюн» знаменитый писатель Джордж Оуров впервые употребил это выражение… Холодная война. Да. В основу сюжета фильма Никиты Михалкова «Раба любви» легла история этой… Вера Холодная. Убийство московского журналиста Дмитрия Холодова… Саша? Ой, на Дмитрия Холодова бился. Ну что же, тогда скажем… Московский комсомолец. Ты прям как Граймс, один в один. Связывали с расследованием о хищении в армии. В своих статьях журналист нещадно подвергал критике этого министра обороны. Не помню. Павел Грачев… В научной фантастике он нередко уже открыт и успешно используется для получения энергии. А в реальности ученые относятся к его идее с большим скепсисом. Лед номер девять? Нет. Что, что сказал еще раз? Лед номер девять. Холодный яд антонсин. Кавказской пленнице, родной дядя Вытогова в заплемянницу, двадцать баранов и финский холодильник… Ай… Игрей сделала. Будет ответ мне? Не, 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 не вспомню. Финский холодильник этой фирмы. Включите. Розенлев. Розенлев. В 2017 этот фильм был номинирован на Оскар за лучший звуковой монтаж. А театрары номинировали Тома Хэнкса на лучшую мужскую роль в премии «Выбор критиков». Рядом Чудеса. Чудесное путешествие Нильца с дикими гусями было написано… Сельма Лагерлёв. Сельма Лагерлёв. Продюсерам не понравилось имя Стивлин Хардвей Моррис. И так родился он. Стив Вандер. Угу, прикольно. Постоянным атрибутом этой богини был чудесный пояс, в котором была скрыта тайна её обаяния. Чего я? Наверное, угадаешь? Афродита? Это сооружение, расположенное в столице двадцать восьмых Олимпийских игр, было финалистом названия одного из новых «Чудес света», но не набрало необходимое количество голосов. Афинский Круполь. Именно эта крупная японская компания производит автомобиль Сани. Ну, скажем, Тойота. Из-за того, что оформление обложки альбома «Солнцеворот» напоминало её, наше радио отказывалось… Свастику. Да. Идеальный город Носова является аллюзией на город, описанный им в семнадцатом веке. Оно закомпанело. Да. Древние греки считали солнце колесницей этого сына Гипериона. Ну, скажем, Фаэтон. Популярная ошибка. Гелиус. Правильно. Закат жизни забытых звёзд прошлого показан в этом классическом голливудском фильме. Закат. Анжи Сансет. Бульвар Сансет. И последняя тема. Драконы. Эта серия файтингов с драконом в круге на логотипе послужила основой для одноимённого… … … … … … … … … Так, где это чёртово создание? Внутри. Ждёт, когда мы спасём её. Да нет, я говорю о драконе. Говорили герои этого шедевра DreamWorks Pictures. Шрэп, наверное. Угу. В общей сложности эта американская рок-группа имеет 73 номинации, среди которых 23 победные. Американский журнал Billboard назвал их самыми яркими новыми звёздами 2013. Imagine Dragons. Да. Бор Три Галки – уникальный золотой дракон, умеющий менять свой облик на человеческий. И любой другой. Является одним из центральных персонажей рассказа этого писателя. По названию, кажется, что это… Нет. И последний вопрос. Да. Ромео и Джулиет. Не попал. Никто не ответил, наверное, никто не ответил. Это король лил. Все, Густем, с победой. Всем спасибо большое. С тобой точно еще раз. Всем до встречи. Всем пока.